В Колпашеве прошла очередная 11-я по счёту отчётно-выборная конференция районного совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов. В её работе приняли участие председатель совета Анатолий Рыболов, глава Колпашевского района Андрей Медных, глава Колпашевского городского поселения Алексей Щукин и помощники депутатов Законодательной думы Томской области. С докладом о деятельности организации за последние 7 лет перед делегатами и приглашёнными гостями выступил председатель районного совета Анатолий Рыболов. Он отметил, что очень много сделано за прошедший период и нет здесь значимых или незначительных дел. Несмотря на различные обстоятельства, совет продолжает действовать по самым определённым направлениям. За последние два года была выполнена реконструкция зала помещения Совета ветеранов, приобретена аппаратура для проведения онлайн-мероприятий и дистанционного участия в конференциях. В 2019 году команда районной организации стала бронзовым призёром первого областного фестиваля «Активное долголетие». В Совете создана команда по скандинавской ходьбе, организация проводит соревнования по электронной стрельбе и единственную в области спартакиаду первичных ветеранских организаций. В структуре районного совета ветеранов работает комиссия по оздоровлению. В рамках сотрудничества с Колпашевской районной больницей за последние три года лечения в ветеранской палате прошли 112 ветеранов. Кроме того, в медучреждениях Томска необходимые услуги получили 120 пенсионеров. Глава Колпашевской района Андрей Медных отметил, что несмотря на пандемию ветеранские организации принимают активное участие в жизни района. Вот именно своим примером пропаганды здорового образа жизни в рамках патриотического воспитания вы просто не даёте никому скучать, а самое главное подаёте пример всем остальным жителям нашего района, не только района, а всей области. Сегодня Колпашевский районный совет ветеранов – это, наверное, самая большая общественная организация на территории Колпашевского района. В своих рядах обменяет очень много единомышленников. То, что вы делаете, я уверен, что это положительно влияет на как социальную, так и экономическую ситуацию в нашем районе. По итогам конференции было принято постановление, в котором намечены пути совершенствования повышения эффективности работы Совета ветеранов. Участники конференции постановили обратиться в областную думу с просьбой о принятии закона об установлении региональной категории «Дети войны», а также обратиться к областному совету ветеранов, региональным депутатам и районным властям с просьбой об увеличении финансирования на реконструкцию и установку надгробий на захоронение участников Великой Отечественной войны. В рамках конференции был выбран новый состав Совета ветеранов и ревизионной комиссии. Далее в зале городского Дома культуры прошёл первый организационный пленум нового состава районного совета. В повестке заседания значились четыре вопроса. Решением пленума в президиум районного совета ветеранов вошли 15 человек. Председателем совета вновь избран Анатолий Рыболов. «Я хочу сказать большое спасибо вам за вашу оценку нашей работы. Я как работал, так и буду стараться работать в том направлении, которое вот у нас обозначено». Заместителем председателя районного совета ветеранов была избрана Ирина Ковалёва, ответственным секретарём Галина Рандина.